АПЛОДИСМЕНТЫ Кого нет, сего нет, это пропал, то исчезло. Резины не хватает, да, резины не хватает, чтоб со спидом бороться. То есть для противогазов резины почему-то хватает. А чтоб со спидом бороться? Ну нет, и все. Самые умелые, конечно, нашли, тут пользуются противогазом вместо того, чем со спидом борются. Говорят, показывают в передаче, это вы можете. Говорят, удобно, только шланг гофрированный мешает. Щекочет в самый ответственный момент. Наши решили это дело за границей запатентовать, но иностранцы не поняли, это каких же размеров спрашивают у вас противогазы. Что годятся для таких целей. А наши отвечают, а какие головы, такие противогазы. Вообще, с этими иностранцами накладно дружить. Вон газеты захлёбываются. Вчера товарищ Слюньков дал обед в честь министра Мумба-Юмба. Пошёл с утра в магазин продукты пусто, всё съела. Мумба-Юмба. С товарищем Слюньковым. И острожьём. А кино нашу пестроту эту отражает. В одном фильме пьют, в другом матерятся. Третьим насилуют. Хорошо ещё зрителям при выходе из кинотеатра по морде не дают. Представляете, была бы такая режиссёрская находочка, чтоб всё как в жизни. За 70 копеек посмотрел фильм, получил в морду и пошёл. А если двухсерийный фильм, два раза в морду. Один на вход, другой на выходе. И вообще, что это такое? В каждом фильме либо голая баба, либо Брежнев. Спасибо, ещё не голый Брежнев. И острожьём. В официальную медицину никто не верит. Нет, недавно в неё ещё верили. Но те, кто верил, от неё уже помер. Со словами, да здравствует товарищ Чазов, лучший друг больных четвёртого управления. А кто жив, верит в знафри, астрологов, экстрасенсов, прочих чумаков. Ну, а эти лечат всё. Желтуху, краснуху, чернуху, порнуху. Камни в почвах, полипы в прямой кишке, детскую болезнь ливизны в коммунизме. Одного первого секретаря говорят до того, долечили, что он на пленуме обкома местного интернационала запел «Боже, царя хранит». Окружающие подумали, что это новые директивы из Москвы и стали подпевать. Один решил, что уже началось, и съел в портбилет. Пёстро живём. Говорим на одном языке, друг друга не понимаем. Вы спрашиваете продавщицу, девушка, вам не кажется, что вы мне 100 грамм не довесили? Она отвечает, сам дурак фуфло плюговая. Пёстро живём. Три четверти народа бедствует, а по телевизору рекламирует «Покупайте автомобиль Мерседес-Бенц». Оплата в валюте. По-моему, тех, кто предлагает нам Мерседес-Бенц, в голове — Бенц. Потому что если нашу зарплату перевести на их валюту, то хватит на полторы гайки заднего штуцера, переднего шпинделя, этого самого Мерседеса в сезон пасхальной распродажи по ценам 54-го года, если пропустит таможня. Пёстро живёт. Вот узнали, что в армии дедовщина. Она не только в армии, она и в Верховном Совете. Да, только там, говоря и военным языком, не деды мучают депутатов салака, наоборот, салаги издеваются над дедами, принуждая их к дембелю. Особенно, если заметили, зверствует салага по фамилии Собчак. Как говорят про него деды, на такого Собчака ГПУ бы и ЧК. Инопланетяне прилетели в Волобду и Воронеж, увидели, как мы живём, плюнули и улетели. Так, пёстры, что вообще всё смешалось. Говорят, Николая Второго выдвинули посмертно на Ленинскую премию. За гуманизм и милосердие по сравнению с последующими руководителями страны. На родине маленькой веры открыли музей боевой, трудовой и половой славы. В бывшем городе Брежневе предложили переименовать проспект развитого социализма в тупик недоразвитого коммунизма. Что это за пестрота такая, если приходится лгать, чтобы прослыть честным, воровать, чтобы жить по-человечески, умирать, чтобы тебя, наконец, заметили? Что нас ждёт? Вырвемся ли мы из окружающего мира пёстрого абсурда? Или оставим после себя в конец разорённую страну, в которой наши дети, приходя в магазины, будут говорить продавцу, взвесьте 200 грамм еды. А продавец будет отвечать, приносите взвешивание. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»